На данном участке фронта, на нашем, мы продвигаемся вперед. Футиллерия работала сперва сильно, потом они отошли отсюда. Мы на этих плечах зашли. Пока была туманная погода, ребята успели окопаться и занять те дома, справа от меня, например, разбитый дом, где стояли силы ВСУ. Дачный поселок, он тянется фактически от Васильевки, который контролирует наши войска, до города Запорожье. Это поселок за поселком, дача за дачей. Ну и получается, что наше подразделение занимает небольшие, но важные территории. Позиция в Каменском, которую раньше могла видеть только разведка, можно теперь легко заметить. Вот из этого разбитого дома. Каменское и враг в прямой видимости, вот за моей спиной, с той стороны. То есть, если раньше они могли небольшими группами заходить сюда, да? Теперь уже это невозможно. Только при работе саперов, а сапер ночью не работает. Днем их видно. Вон слева находится ферма, отработала туда артиллерия. С перепуг украинская армия, где-то порядка 20 человек, начала бежать в сторону школы. Находящиеся там украинские солдаты подумали, что это мы наступаем. Потом, с той стороны была белая ракета. Видать, сказали, что вы друг по другу стреляете. И бой прекратился. Боятся нас, думают, что это мы наступаем. Поэтому и стреляют с перепугом. ВСУ недалеко от Васильевки. Сейчас заняты батальоном Крым. Здесь еще остался украинский флаг. И вот эти дома разбиты, потому что вот здесь находилось какое-то подразделение. Видимо, стояла украинская армия. Сейчас они отошли чуть дальше. Здесь находится батальон Крым уже. Позиции заняты за прошедшие дни буквально. Бандеровцы вашей власти. И дальше к вам пойдем. Приятного аппетита. Украинский флаг. Готовая, сажар. Порез Ваше. Порез. Министерство. Поехали. Министерство.